Я увлекался рисованием с детства, и мои первые картины были написаны на стенках родительского дома. Но меня не ругали, наоборот, мой папа очень меня поддерживал, и я рано понял, в чём моё призвание. Мне очень повезло, что я смог найти такую форму самовыражения, которая даёт мне возможность развиваться самому и понимать мир вокруг меня. Искусство – это очень важный механизм в постижении законов бытия. На протяжении всей истории, начиная с первых наскальных рисунков и до наших дней, искусство играло важную роль, оно имело большой смысл для человека. И я, как личность и как художник, понимаю, что обязан обращаться к этим смыслам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я художник. Причём в самом традиционном смысле этого слова. Собственно, я и поступил на факультет изящных искусств, чтобы научиться секретам изобразительного искусства. Но главная проблема оказалась в том, что процесс передачи великих традиций утерян. Школы нет. Образование носило хаотичный, бессистемный характер. И это рождало во мне чувство страха и бессилия. Я вдруг понял, что не могу установить связь с прошлым. Конечно, эта прошлое, то есть классическая живопись, была мне нужна вовсе не для того, чтобы в ней застрять навсегда, а для того, чтобы штурмовать настоящее и будущее. Классика — это топливо, которое просто необходимо, чтобы двигаться к будущему. Поскольку за время обучения это топливо найти мне так и не удалось, я решил обратиться к фотографии. Для меня это был особый волшебный момент, потому что я осознал, что со временем изменилась только техника отражения реальности. Это было как удар. В моём сознании столкнулись живопись и нечто механистическое. Я начал думать, как можно объединить эти две техники. И пришёл к мысли, что фотография — это не просто фиксирование реальности. Фотография позволяет вторгаться в эту реальность и творчески изменять её. У меня есть и цикл архитектонических работ, где я не вмешиваюсь в реальность, а просто отражаю пространство. Я как бы сливаюсь с прохожими. Я нахожусь в самом обычном месте, но стараюсь привлечь внимание к той красоте, которую никто не замечает. Я люблю делать акценты на том, мимо чего люди проходят. Это одна из моих работ, относящихся к урбанистической серии. Это национальный стадион Пекина. Мне вообще очень нравится графичный чёрно-белый стиль. Он словно отделяет тебя от повседневной жизни и переносит в другую реальность, которая подходит для созерцательности, рефлексии. Это более сокровенное, личное, что ли. А вот это Берлин. Это одно из зданий Мадрида. А это станция метро. Она отражается в зеркале, потому что от станции тут только половина. Мне вообще нравится обыгрывать симметрию. Я очень люблю большие пустые пространства, но показываю такие места по-своему. Мне нравятся контрастные сопоставления. Чего-то яркого с чем-то незаметным. Я уверен, что внутри каждого из нас скрыто желание видеть красоту, даже в повседневном. Но вот я и зову зрителя, смотрите внимательно, и вы увидите красоту там, где вовсе не ожидаете. Список художников, которые на меня повлияли, очень большой. Поначалу меня интересовали немецкие художники эпохи неоромантизма. Я понял, что они создавали свою собственную, субъективную реальность, потому что не желали принимать реальный мир. Но я ведь тоже живу в нашей реальности. Мадрид с его постоянными пробками, метро, толпами народу, никак не соотносится с романтическим миром фантазии. И вот я на основе этой реальности начал создавать свои городские пейзажи. Никто не замечал эстетику каких-то конструкций, станций, тротуаров, переходов, гаражей или больниц. А я понял, что и такие места могут быть очень красивы. Я продолжал ходить в музей Прадо, восхищался шедеврами, пытался понять технику великих мастеров. И, наконец, мне удалось найти ключ к диалогу с прошлым. Я решил связать опустошенное открытое пространство, которое мы видим каждый день, с творениями классиков. Я задавал себе вопрос, почему Веласкес, например, никогда не изображал пустые интерьеры. Эта мысль меня буквально пронзила. И вот я попытался встать на место художника в его пространстве и убрать всех персонажей. Моей первой работой было «Благовещение Фра Анжелика». Эта работа очень важна для меня во многих смыслах и исторически, и лично, и профессионально. Дело в том, что этой картиной очень восхищалась одна моя знакомая. Репродукция всегда висела на стене в ее комнате. И вот эта женщина умерла. Знаете, когда кто-то уходит, всегда остается пустота. А смерть этой женщины стала для меня настоящим горем, потому что я любил ее и заботился о ней. Я оказался в совершенной пустоте, был опустошен. И вот я понял, что все свои чувства от этой невыносимой пустоты я могу передать через картину «Благовещение». Я решился опустошить ее, спроецировав на нее потерю близкого человека. Это родилось из моего увлечения изображать большие пустынные пространства. Человек здесь присутствует, но не физически, а чувственно. Свои следы он оставляет в пространстве в течение всей жизни. Кто-то скажет, что это профанация, что я не имею права влезать в такой шедевр. Но ведь я подошел к нему с такой осторожностью и благоговением после многолетних попыток понять эту работу, перенять всю информацию, знания, мудрость и страдания художника. Ведь искусство – это жизнь, которую художники передают через свои картины. И вот я сделал для себя открытие. Как только ты убираешь с картины персонажей, остается фон, который прежде был второстепенным. Но теперь он стал главным. И это меня самого просто потрясло. Вообще-то я предполагаю, что зритель знает оригинал. Но бывает и по-другому. В Китае, например, одну из моих работ без персонажей увидели до знакомства с оригиналом, на котором эти персонажи есть. Ну и получилась обратная реакция. Увидев потом оригинал, китайские зрители очень изумились. Они вступили в новый диалог, теперь уже с оригиналом. В этой работе из серии «Скрытые пространства» я попытался завязать диалог между двумя великими художниками Вермеером и Веласкесом. Я соединил пространство Менин Веласкеса и персонажей картин Вермеера. Мне кажется, что и я вступаю в беседу с художниками прошлого. Веласкеса пустое пространство не интересовало, потому что в ту эпоху это было просто невозможно. А художник эпохи романтизма Каспар Давид Фридрих, например, убрал персонажа. Главным героем у него стал фон, пустынный пейзаж. И вот здесь очень тонкий момент. Если мы убираем людей с картины Брейгеля «Зима», то мы увидим деревья, которые вполне мог бы нарисовать Фридрих. Но Брейгелю это и в голову не приходило. Его интересовали люди. Контекст был совсем другой. Художники находятся под прессом эпохи, в которой они живут. КОНЕЦ На рубеже 15-го и 16-го веков Франческо де Кристофано Биджи, прозванный Франче Биджо, занимал скромные позиции среди великих живописцев Флоренции. Во многом ему вредил его вспыльчивый характер. Одним из конкурентов Франче Биджо был Андреа дель Сарта. Они вместе трудились над фресками для церкви монастыря Санта-Анунсата дея Серви. Однако для Франче Биджо отношения с заказчиками завершились скандалом. Он возмутился, когда монахи посмели против его ведома раскрыть для публики еще не оконченную фреску обручения Марии. В Азаре писал, он так расстроился, что чуть не умер, вознегодовав на монахов за их наглость и непочтительное с ним обращение. Быстрым шагом он направился к своей работе и, взобравшись на помосты, молотком, забытым там каменщиками, раздолбил головы нескольким женщинам и уничтожил лик Мадонны, полуобнаженную фигуру он сбил почти целиком. Прибежавшие на шум монахи схватили его за руки, чтобы он не уничтожил всего. Несмотря на предложенный ему двойной гонорар, восстанавливать свою роспись Франче Биджо отказался наотрез. В ту пору конкуренция среди флорентийских мастеров была высока. Заказы от богатых монастырей городской знати доставались, как правило, самым именитым живописцам. В их число Франче Биджо не входил, однако его талант и мастерство не остались невостребованными. В своей мастерской он выполнял частные заказы. Зажиточные жители Флоренции, пожелавшие иметь свой портрет, могли быть уверены, что останутся довольны работой. Франче Биджо не слишком заботился о роскошестве антуража. Он стремился передать портретное сходство и характеры героев. Имен его заказчиков история не сохранила, а на их профессии указывают изображенные художником атрибуты. Молодой человек за конторкой вероятнее всего был служащим одного из флорентийских банков. О том, что среди заказчиков Франче Биджо был и Якуб Очи Нине, управляющий одним из поместьй Медичи, красноречиво говорит герб династии властителей Флоренции. Молодой человек, облаченный в черную мантию с белым крестом, несомненно, принадлежал к Мальтийскому ордену. Кисти Франча Биджо принадлежит и портрет знаменитого флорентийского ювелира Микеля Аньолу Ди Вивиано. Зрители третьего тысячелетия, предполагающие, что мастер держит в левой руке средства мобильной связи, ошибаются. Это пробирный камень, с помощью которого ювелиры проверяли подлинность ценных металлов. Кем был романтичный юноша, запечатленный на самом известном портрете Франча Биджо, остается тайной. Его облик и особенно пронзительный взгляд уже несколько веков производят на посетителей Лувра сильное впечатление. Писательница Этелли Лиан Войнич, увидевший этот портрет в юности, не расставала с его репродукцией в течение всей жизни. Образ молодого флорентийца вдохновлял ее во время работы над романом «Овод». Его чертами она наделила главного героя лучшего своего литературного опуса. В начале 20 века немало времени провел в созерцании этой картины и студент Сорбонны Николай Гумилев. Поэт пытался проникнуть в душу изображенного на ней человека. Несколько лет спустя свои догадки и прозрения он выразил в стихах. «Его глаза – подземные озера, покинутые царские чертоги. Отмечен знаком высшего позора, он никогда не говорит о Боге. Его уста – пурпуровая рана, от лезвия пропитанного ядом. Печальные, сомкнувшиеся рана они зовут к непознанным усладам. И руки, бледный мрамор полнолуний, в них ужаса не снятого проклятия. Они ласкали девушек-колдуний и ведали кровавые распятия. Ему в веках достался странный жребий, служить мечтой убийцы и поэта. Быть может, как родился он, на небе кровавая растаяла комета. В его душе столетние обиды, в его душе печали без названия, на все сады Мадонны и Киприды не променяет он воспоминания. Он злобен, но не злобый святотаться, и нежен цвет его атласной кожи. Он может улыбаться и смеяться, но плакать, плакать больше он не может. Обнаженные женщины с огромными глазами замерли на фоне пустынных улиц. Мужчины в черных костюмах и котелках сосредоточенно читают газеты. Живые скелеты ведут беседу на фоне античных колонн. Сюжеты и персонажи Поля де Льво словно переселяются из одного полотна на другое, сливаясь в единый, застывший и загадочный мир. Бельгийский сюрреалист Поля де Льво никогда официально не примыкал ни к какой группе художников. Он был уверен, что искусство – это занятие, которое требует одиночества. Я нахожусь на периферии всех движений. Я никогда не был членом какой-либо группы. Я не люблю измы. «Разгадка творчества Поля де Льво скрывается в его детстве. Обращаясь к прошлому, я пытаюсь оживить мои впечатления того времени и соединить их в каком-то смысле произвольно с впечатлениями свежими, обретенными только что», – объяснял художник. Поля родился в 1897 году в небольшом бельгийском городке Антейт. Его отец был адвокатом, а мать занималась детьми. Она была сильной и властной женщиной, любившей, чтобы последнее слово всегда оставалось за ней. Детство будущего художника совпало с началом 20 века, века науки и техники. Со своего балкона трехлетний мальчик часами смотрел на проходившие мимо первые электрические трамваи. Эти образы остались в моей памяти. Для меня трамваи были подобны двигавшейся мебели на улицах Брюсселя. По окончании школы Поль поступил в Королевскую академию изящных искусств на архитектурный факультет, однако почти сразу перешел в класс живописи. Молодой художник с увлечением писал природу и обнаженных девушек. Любовь к архитектуре осталась с ним навсегда. Здания, похожие на сказочные декорации, и мельчайшие детали фасадов он выписывал с безупречной точностью. Полю до Льво было за 30, когда два события заставили его взглянуть на свое творчество новым взглядом. Однажды во время брюссельской ярмарки он посетил анатомический музей Шпицнера. Резкий контраст уличного шума с тишиной музея, вид восковых моделей, особенно спящей девушки, потрясли художника и остались в его памяти до конца жизни. Спящая Венера не раз становилась героиней картин до Льво, а обнаженные девушки на его полотнах обрели холодно отстраненный вид. Другим важным событием, повлиявшим на творчество поля до Льво, стала выставка художников-сюрреалистов «Минотавр», проходившая в 1934 году в Брюсселе. Здесь до Льво познакомился Джорджо де Кирико, Рене Магриттом, Максом Эрнстом и Сальвадором Дали. Благодаря де Кирико я осознал возможности выражения атмосферы, «Атмосфера молчаливых улиц с тенями людей, которых нельзя увидеть», говорил де Льво. Но я никогда не спрашивал себя, является ли это сюрреализмом или нет. Полной решимости начать новую главу в своем творчестве Поль де Льво отправился в Италию. Он посетил Флоренцию и Рим, его восхитили величественные руины Помпеи. Именно тогда де Льво начал использовать прием эстетического шока, которым прекрасно владели художники-сюрреалисты. В композициях его полотен встречались представители разных эпох. Элегантно одетые дамы и господа располагались рядом с девушками, похожими на античных богинь. Трамваи и поезда появлялись на фоне полуразрушенных храмов. Поль де Льво вспомнил и о персонаже книги «Путешествие к центру земли» Жюля Верна, которую так любил в детстве. С той поры на его картинах поселился сквозной персонаж, ученый Отто Линдерброк. Его фигурка легко перемещается из одной сцены в другую, будь то зал конгресса или ночной пейзаж. Словно не замечая окружающих его обнаженных женщин, ученый занят тщательными исследованиями. Очень красивые, откровенно чувственные женщины всегда занимали особое место в творчестве де Льво. На его картинах они отстраненно глядят вдаль, словно находясь в литургическом сне. «Это всегда одна и та же женщина», пояснял де Льво, «когда она одета на ней в большей или меньшей степени одно и то же платье». Друг де Льво, поэт Андре Бретон, как-то заметил, что художник делает наш мир царством женщины, повелительницы сердец. Де Льво всегда возражал тем, кто утверждал, что он невольно обращается к образу своей матери. Теория психоанализа Фрейда, тесно связанная с творчеством сюрреалистов, была художнику не близка. Когда весной 1940 года Бельгия оказалась под оккупацией нацистов, Поль де Льво продолжал работать. Он вспоминал, как ставил Мольберт боком к окну, наивно полагая, что в таком положении холст меньше пострадает в случае бомбардировки. Картина этого периода наполнена тревогой и смятением. В разгар войны на полотнах Де Льво начали появляться скелеты. Они приходили из его детских воспоминаний. В начальной школе, где учился художник, уроки музыки проходили в музейном зале, где стояли два скелета, человека и обезьяны. Этот образ, остов, который когда-то был облечен вплоть, остался в памяти Де Льво на долгие годы. Со временем чувство панического страха отступило. Скелеты поля Де Льво не менее живые, чем другие персонажи его полотен. Они то переговариваются между собой, то принимают эффектные позы натурщиков. Художник видел в скелете основу, начало всего живого. Меня это привлекает, потому что это структура, суть жизни, говорил он. Это каркас живого существа. Скелеты стали героями серии его полотен, посвященных драматичным событиям Нового Завета. Столь смелую идею католическая церковь не одобрила. Из-за этих работ Поль Де Льво попал в черный список Ватикана. ПОЛЬ Де Льво Всемирная слава пришла к Полю Де Льво после войны. В 1950 году в Брюсселе с триумфом прошла ретроспективная выставка его работ, а Брюссельская Академия Искусств пригласила художника на должность профессора. Он получал множество заказов. Масштабная фреска, украсившая библиотеку в доме Жильбера Перье, считается одним из лучших его творений. Когда вместе со второй женой Де Льво переехал в пригород Брюсселе, его детские воспоминания о поездах вспыхнули с новой силой и вдохновили на создание серии картин, посвященных старым провинциальным вокзалам. В одном из своих интервью Де Льво утверждал, «В вокзалах я не пользуюсь никакими символами или банальными намеками, например, связанными с отъездом и расставаниями. Я просто пишу поезда моего детства, а значит, само это детство». На его полотнах пустынные станции, скудно освещенные лунным светом. На них уже нет ни обнаженных женщин, ни скелетов. Лишь изредка на картинах появляются одинокие прохожие и маленькие девочки, стоящие спиной к зрителю. «Всю жизнь я пытался преобразовать реальность, превратить ее в нечто вроде сна», — говорил Де Льво. «Во сне все предметы приобретают поэтический смысл». Художнику исполнилось 87 лет, когда его детская мечта стать начальником железнодорожной станции сбылась. Полю Де Льво присвоили звание почетного мастера железнодорожной станции «Луван-Ля-Нове». «У меня никогда не было финансовых проблем», — размышлял на закате жизни художник. «У меня очень мало потребностей, и я не тщеславен. Я рад, что был удачлив. Я испытывал приятные минуты, но успех не определял мою жизнь». Художник с мировым именем Полю Де Льво продолжал жить скромно и уединенно. Вместе с любимой женой он отправлялся на долгие загодные прогулки, любил насладиться бокалом хорошего вина и красотой морского пейзажа. Картины Поля Де Льво уже много лет завораживают зрителей, а искусствоведы и психологи посвящают им обширные трактаты. Что это? Ожившие сны? Путешествие в глубины человеческого подсознания? Сам же художник попыткам отыскать в его полотнах скрытые смыслы относился с иронией. Любой, кто хочет, может найти свою собственную интерпретацию. Не более того, я убежден, что объяснение картины написано на самой картине. История искусства заключается в том, что художник делает шаг, чтобы найти лучший мир. Он хочет прогресса, но часто сталкивается с чем-то негативным. То же самое и с виртуальной реальностью, и с телекоммуникациями. Чудесно, что я могу связаться с любым человеком в мире за долю секунды. Но при этом мы имеем совершенно противоположный эффект. Мы очень разобщены. Так что это палка о двух концах. У прогресса есть и позитивные, и негативные стороны. Вообще все похоже на некое наказание, которого мы не можем избежать. Такие картины, как Менина Виваскеса, или Триптих Босха «Сад земных наслаждений», или Герника Пикассо, это величайшие шедевры, которые известны даже тем, кто совсем далек от искусства. «Сад земных наслаждений», например, это же целая вселенная. Это послание Босха, его рассказ о том, каким он увидел мир. Иеронимус Босх сыграл в моей жизни огромную роль. По-моему, это один из самых великих художников, потому что через свои картины он до сих пор разговаривает с нами. Ну а мне лично он помог найти свой путь в искусстве. Эта работа особенная. Я изучаю ее, анализирую композицию и детали. На моем видео «Опустевший сад» я попытался при помощи графики проникнуть в скрытый эзотерический смысл картины. Думаю, Босх знал, что мир можно объяснить не только с религиозной, но и с научной точки зрения. Сфера, расположенная на внешних створках, спроецирована и внутрь триптиха. Эллипсы, многогранники, линии буквально пронизывают всю картину, а многочисленные ребра и вершины акцентируют важные детали. Я уверен, что Босх работал не только на уровне интуиции, но это был сложнейший интеллектуальный процесс. Я обнаружил невидимые связи, линии. Вот эту, например, я назвал линией жизни. Смотрите, если мы соединим руки Адама и Бога Творца и проведем эту линию дальше, она пройдет через центр, яйцо. Оно является символом жизни. Но продолжим вести линию, и вот мы уже оказываемся в конце. Это смерть. Она ужасает и страшит. Ну а насчет того, что означает ухо, дело в том, что люди уже в то время знали, что слух последнее, что отключается, когда человек умирает. Поэтому здесь показана линия жизни, потеря ее и дорога к смерти. Здесь все очень наглядно. Шедевр Босха и Ант-Креститель я увидел в музее Лосара Гальдиана в Мадриде. Радиографические исследования показали, что здесь была изображена фигура, которую потом Босх убрал, закрасил. Почему, неизвестно. Может быть, это был заказчик картины, который отказался забирать работу. Ну а я решил провести свое исследование. Как она выглядела изначально, какой мы ее знаем и какой она могла бы быть без живых персонажей. То есть я превратил ее в некую сцену действия. Реальность – это некое окно, в которое ты можешь выглянуть и посмотреть в одну или другую сторону. Можно высунуться подальше, и тогда увидишь еще больше. По-моему, каждый художник находит свое собственное окно, через которое он видит реальность. Но окно – это ограничение. И меру этого ограничения, компромисса, каждый определяет самостоятельно. Ты можешь навсегда ограничить себя этими рамками. А кто-то поступает, как, например, Гоя, который сначала смотрел на мир через окно, а потом взял, да и разбил его. И смог увидеть иной мир. Если мы сравним его ранние картины с последними, то поймем, что от поиска счастья, удовольствия, рая он ушел к трагизму. Это его мысли о смерти, о насилии, о войне. По-моему, Гоя – один из самых целостных и многогранных художников. В таких работах, как «Третье мая», он показывает ужасы войны, предостерегает, говорит, что это не путь. Но реальность его словно не слышит. Она продолжала и продолжает идти своей дорогой. Я был в России в 2016 году, в Москве и в Санкт-Петербурге. Меня очень интересовала русская культура, прежде всего музыка. Чайковский, Стравинский, Шостакович – эти великие композиторы являются частью европейской культуры. Искусство всегда объединяет. Это ведь не экономика. Одно дело – знать Россию по фотографиям, другое – оказаться в реальности. Размер Москвы меня потрясли. Это что-то нереальное, сверхчеловеческое. Эти размеры превосходят потребности человека. Он просто теряется в них. Но мне это очень понравилось. А культура, Красная площадь, метро, громадные здания, Эрмитаж и другие музеи – это все невероятно красиво. Все очень легко поддавалось познанию. Удивительно, но Россия намного ближе, чем мы думаем, находясь в Европе. У нас много культурных связей. В России мне было очень хорошо. И я мечтаю туда вернуться. Ну а сейчас мне очень интересны три художника. Малевич, Кандинский и Мандриан. Это три столпа, каждый из которых привнес что-то свое в абстрактное искусство. В работе «Скрытые пространства» я хотел показать, что все они создали свою собственную реальность. А в моем видеопроекте «Меняй параметры» можно перейти от Малевича к Мандриану. И наоборот, от Мандриана к Малевичу. Смысл в том, что это две противоположные концепции. Но они могут объединиться. Вся моя жизнь проходит в мастерской. В общении с шедеврами Малевича, Эль Грека или Брейгеля рождаются мои работы из цикла «Скрытые пространства». У меня целая коллекция костюмов из разных стран. Сирии, Афганистана, Египта и так далее. Этническая тема часто подпитывает фантазию художников. Сейчас я работаю над сценографией спектакля «Фауст». Вот этот белый костюм, например, очень хорош для юной Маргариты. Но надо еще и для Фауста, и для Мефистофеля. Эти костюмы дают мне идеи для эскизов. А вот эту ветку я нашел в парке и использовал, чтобы сделать серию рисунков. Важно, как эту ветку положить на лист бумаги, потому что ее проекция – тень, и становится рисунком. Ну, а это альбом моих набросков. Здесь и портреты моей матери, и близких мне людей. Я люблю писать их портреты. В общем, это что-то вроде моего рабочего дневника. Мастерская – это моя лаборатория, где я работаю. Но иногда немного теряюсь, потому что мне вечно некогда навести здесь порядок. Мастерская – это моя лаборатория. По-моему, понятие красоты заложено уже в самой попытке понять гармонию мира. Есть люди, которые видят красоту там, где и другие ее не видят. Если у тебя нет доказательств красоты, это вовсе не значит, что ее нет. Думаю, что красоту можно найти во всем. Даже в смерти. Почему нет? Да, это очень тяжело, но трагическое часто бывает эстетически прекрасным и привлекательным. Это диалектическое соотношение между хорошим и плохим, между белым и черным. Должно быть и черное, чтобы мы могли оценить белое. Но, конечно, мы всегда ищем свет, а не тьму. Ищем что-то позитивное. Но если ты в состоянии понять эти процессы, появляется чувство некого спокойствия, приятия того, что невозможно избежать. Если мы смотрим на вещи с этого ракурса, то тогда понятно, почему существуют несчастья. Они неизбежны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...